Добрый вечер, мои приятные молодые люди! Как вы поняли из названия видео, хочу поговорить о новой работе Enjoykin'а совместно с сайтом AliExpress. Это рекламное видео, где люди в нем поют про AliExpress и о том, что 11-го числа там будет какая-то распродажа или что. Почему решил записать это видео? Во-первых, потому что я являюсь фанатом Enjoykin'а, мне очень нравится то, что он делает, и решил поделиться с вами этим видео, потому что, возможно, вы его не увидите нигде и не встретите, потому что она залита на канал AliExpress и может не встретиться. А так вот вы посмотрите сейчас это видео, ссылка в описании на оригинальный клип. И вторая причина, по которой я записываю это видео, это хейтеры, не хейтеры, а люди, которые начали сразу же в комментариях под клипом Enjoykin'а написать о том, что он продался и опустился ниже некуда. Опустился, мол, ниже некуда, пацан, потому что снял такой зашквар. Сразу хочется сказать, что видеоблогеры — это тоже люди, и им надо что-то кушать. Чтобы что-то кушать, нужно это покупать в магазине. Покупать нужно не за песни, не за твою творчество. Ты не сможешь принести на флешке клип, мол, показать, вот смотрите, чуваки, я сделал клип няш-мяш на 20 миллионов просмотров, можно мне хлеба? Нет, никто не продаст, скажет, ну, блин, прикольно, молодец, до свидания. Ему нужно кушать, чтобы работать, развиваться и дальше снимать для вас всякие смешнявочки прикольные. Конечно, он может не работать и не продаваться, если вы начнете просто скидывать ему деньги. Вот скидывайте, например, ему каждый день по 5000 рублей российских, и все, пацан, не будет никакой рекламы, будет пилить только для вас видосы. Но нет, никто же не будет такого делать. Поэтому нужно продавать рекламу. Мне кажется, нормальному человеку это и так понятно, но, оказывается, остались люди, которые все равно будут писать, мол, ты продался, урод, опустился. Нет, это полная дичь, так делать нельзя. Ну, только Юли Пушман можно так писать, больше никому. Также еще был один тип комментариев, где писали о том, что, мол, Алиэкспресс вообще дно. На вебке какие-то обычные люди снимают, короче, вообще жесть полная. Абсолютно не согласен. Мне кажется, это настолько было в тему все. То есть обычные люди, абсолютно обычные, сняли на вебку в плохом качестве, с плохим звуком. Показывают то, что сайт Алиэкспресс, он для всех абсолютно, абсолютно для всех. И поднимается, естественно, лояльность к нему. Потому что обычный человек, там, например, там чей-нибудь батя зайдет на сайт, увидит этот клип с Алиэкспрессом, поетт, о, прикольно, какие-то обычные люди поют весело, задорно. И, соответственно, зайдет на сайт Алиэкспресс, потом что-нибудь купит себе, там, не знаю, для рыбалки какой-нибудь электронный поплавок или что-нибудь еще. Вот. А Джокин, в свою очередь, ему вообще без разницы, какого качества видео и какого качества звук. Он в автотюне все делает и получается, как всегда, шикарно. Собственно, это все. Если ты согласен со мной, поставь, пожалуйста, палец вверх этому видео и можешь поделиться им где-нибудь. Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме. 15 секунд зальешь. Ладно, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok